Школа коллекционирования Олега Бравко. У меня гость Роман. Мы уже с ним посмотрели, как выбирать коллекционирование, тему коллекционирования. Посмотрели такую тему, как хранить монеты. И Роман еще попросил дать им возможность поделиться с вами такой темой, как чистка монет. Зачем чистить монеты, как чистить монеты. Роман именно вот свой опыт будет рассказывать. Я думаю, это интересно. Мне точно, потому что я постоянно чищу монеты, которые приносят к нам в магазин. Или монеты, которые 3-5 лет иногда лежат в магазине, и что-то с ней происходит. Я думаю, что будет очень интересно. И перед тем, как Роман начнет, я хочу сказать, что каждый коллекционер, или каждый игрок, или участник коллекционной жизни может к нам прийти, или связаться со мной, и записать какие-то видео, которые мы называем как «Коллекционер к коллекционеру». Цель проста – повысить профессионализм, повысить уровень знаний, как в коллекционной среде, так и в среде вокруг коллекционеров, чтобы обычные люди лояльно, спокойно относились к коллекционерам и всем нам помогали. Я думаю, что от этого мы все выиграем. Итак, у нас тема «Как чистить монеты». Поехали! Добрый день! Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что будет замечательно, если вы посмотрите наше видео в комплексе, потому что моя данная беседа является продолжением предыдущих бесед. Ссылки на предыдущие видео и следующие будут в углу. Смотрите, нажимайте на ссылки и попадете на другие наши видео. Начнем беседу с того, что знание – это сила. Я очень рад, если вы хорошо учились в школе, если вам давалась химия, тогда окислительно-восстановительные реакции, которые происходят с монетами, не являются для вас тайной за семью печатями. Читайте книги, это очень полезно. На нумизматические темы выпущено бесчисленное количество различных изданий, в том числе и специалистов. Отдельного внимания заслуживает серия книг «Нумизматика и эпитафика», которая издавалась в Санкт-Петербурге, Ленинграде. Там есть несколько статей, которые писали работники Эрмитажа, работники, содержащие нумизматическую коллекцию Эрмитажа, которые давали свои очень полезные советы. Если у вас дома есть такие простые подручные средства, как уксус, нашатырь, зубная паста, то для небольшой поверхностной чистки монет вам этого будет вполне достаточно. Еще обязательно хозяйственное мыло. Короче, вы можете с подручными средствами у себя дома создать кружок юного химика. Если вам это очень интересно, вы можете поэкспериментировать и посмотреть, что будет с металлом. Но на самом деле, наверное, половина монет, которые мы получаем из оборота в коллекцию, можно просто помыть действительно водой с мылом. И потом сразу их протереть. Какой-то очень мягкой тряпкой. Какой-то протереть, подсушить спиртом обязательно. Чтобы то же самое мыло – это, по сути, набор простых жиров, связанных какой-то химическими веществами. И эти жиры нам надо будет потом с поверхностью удалить. Это делается при помощи спирта либо других летучих органических соединений. Или достаточно большое какое-то время поддержать под струей воды. Или, скажем, несколько монет положить в какой-то большой объем воды, когда то, что осталось на монете после мойки, просто растворится в большом объеме воды. И тогда это не будет проблемой на будущее. Но все это при наличии двух условий. Во-первых, загрязнения на вашей монете являются поверхностными и незначительными. И второе, вы знаете химию. Да. Извини, я тебя перебью. Вы знаете, вот Роман сейчас начал рассказывать так очень обстоятельно. И я вспомнил первый день, когда я встретился с Романом, когда я его первый раз увидел. Это был клуб коллекционеров. Я у него что-то спросил. И он начал мне обстоятельно что-то объяснять. Я смотрю, парень в очках тоже что-то прочитал с книг. Что-то он из книг мне выдает. И я такой, опа, вот этот парень точно читает много книг, много знает. У меня была просто первая реакция. Извини, дайте. Не совсем по теме просто, да. Но это вот просто первое впечатление, что было. Он сейчас так вот выскочил у меня перед глазами. Как бы, да. На самом деле здорово, что такие люди к нам приходят на каналы, которым есть что рассказать, которые читают, применяют полученные знания и потом делятся. Таких людей немного. Да, вот Роман один из них. Я считаю, нам повезло. Нашему каналу и вам, если вы смотрите наш канал. В чистке монет важны не только знания химии. Важны еще метрологические знания. То есть, вам надо знать, из каких металлов состоит ваша монета и как они будут реагировать с теми веществами, которые вы используете. Например, если серебряную монету на длительное время замочить в концентрированном растворе аммиака, на шатырный, ну, крепче, чем на шатырный спирт, потому что на шатырный спирт это 10%. Некоторые энтузиасты достают, скажем, 25% раствор аммиака, замачивают в нем монету на ночь, с утра вынимают и удивляются. Откуда же у нас взялись на поверхности раковины? И как их потом убрать? Ну, к сожалению, никак. Монета испорчена без поворота. Кстати, вот мы продаем разные химические средства, которые уже предлагают профессиональные производители. И некоторые люди придут, посмотрят, поспрашивают, а потом говорят, а вот я на форуме прочитал, я попробую. Через какое-то время приходят, нет. Вот то, что было написано, оно испортило мне монету. Но я теперь в другом форуме прочитал, я попробую. Знаете, ко мне приходят люди годами, рассказывают о том, как они портят монеты в своем домашнем кружке химии, но при этом им жалко почему-то купить вот то, что производят профессиональные производители. Хорошо. Я всегда говорил всем своим коллегам, что есть путь героев проб и ошибок, и есть легкий путь. Да, хорошо, извини, я перевелся, продолжай. Можно довериться специально обученным людям, которые все ошибки совершили уже за вас. Это да. Кроме того, всегда можно найти монету похожую по составу и попробовать то, что вы собираетесь на вашей любимой монетке применить сначала на каком-нибудь подопытном кролике. Посмотреть, что выйдет. Но это не гарантия того, что у вас получится то же самое. Потому что помимо заявленных металлов в монете всегда существуют конкретные секретные добавки. Ни одна страна вам до конца не раскроет секрет металла, который используется в монете. Более того, некоторые страны вообще в принципе не чеканили монеты самостоятельно. даже если взять Латвийскую Республику, Первую Латвийскую Республику, только перед самой Второй Мировой Войной в Латвии начали чеканить некоторые свои самые маленькие монеты. Все остальное было чеканено в Бирмингеме. Бирмингем это, скажем так, международная фабрика по производству монет в Англии. Она выпускала монеты трудно даже представить для какого количества стран. И что шло в состав этих сплавов? Кто за какой сплав заплатил ровно на ту сумму ему и мешали. Олег любезно предоставил целый набор жидкостей. Я думаю, он как дилер более подробно сможет о них рассказать. Давай сначала свой опыт. Друзья, я действительно сейчас вас хочу предостеречь есть определенного рода опасность с этими средствами. Но сначала я хочу, чтобы Роман что-то рассказал о своем опыте. Попросил тут вот это положить. Давай. Помимо различных химических реактивов, вам в вашем наборе обязательно понадобятся перчаточки. Потому что хочу предупредить, все жидкости они могут не очень хорошо повлиять на нашу кожу. Особенно если вы никогда не работали даже бытовой химией реакция может оказаться неожиданной. очень рекомендую использовать пинцеты. В чем прелесть вот именно этого пинцета, который я сейчас взял в руку? У него концы защищены специальной пленкой, которая не будет реагировать с вашими химическими веществами. Скажи так, прорезиненные концы. Она не оставит следов на вашей монете и ваш раствор не поменяет свой состав от взаимодействия с металлом пинцета. Что тоже очень важно. Да. И так же сам пинцет металл не поцарапает монету тоже очень хорошо, потому что кончики вот есть такой вариант, такой вариант кончики мягкие, щадящие для монеты, которые вы моете. Рассказать в чем разница? Да. Смотрите, разница двух пинцетов это две системы. Одна система такая, вы держите монету, удерживаете с помощью нажатия. Вы взяли монету и держите. Любые манипуляции совершающие с этой монетой вы теперь можете делать, если вы держите монету. А вот в этом случае можно зажать монету скажем по гурту и отпустить. То есть пинцет сам держит монету. То есть тебе не надо постоянно в напряжении держать руки. Понимаешь, да? Я понятно объяснил? Потому что монета может выпасть и как любимая привычка монет куда-нибудь закатиться. да. Это свойство практически всех монет. Особенно хороших, редких, дорогих. Как монета подороже, гляди, и побежала. то потом ее ищут несколько лет. Бывает. Вот. Ну, кроме специальных жидкостей, как я уже сказал, необходимо иметь хозяйственное мыло. Хозяйственное мыло это потому, что в нем нет никаких других добавок от души, которые тоже могут вступить в реакцию. Это самый простой дешевый способ помыть монету. И средство, которым вы будете подсушивать монету после мытья. элементарно спирт я думаю, что должен быть в любой аптечке, потому что иногда мы можем просто пораниться, нам надо обработать рано. Кроме того, пластмассовая кювета, это ванночка, в которой мы будем замешивать раствор, в которой мы можем держать дистиллированную воду для промывания монет. Опять-таки, если нас смотрят юные слушатели и зрители, расспросите своих родителей, кто занимался фотографией, они вам объяснят, как в свое время появлялась фотопленка, как печатались фотографии. Это тоже очень познавательно и расширит ваш кругозор до вселенских масштабов. Хорошо. Ты еще что-то хочешь об этом рассказать? Именно о моющих средствах, о мойке монет? Ну, наверное, я закончил. Хорошо, друзья, обещанный лайфхак, обещанная предосторожность, но это только для тех, кто досмотрел видео до этого момента, сейчас будет огонь. Смотрите, может быть, то, что я сейчас скажу, производителю не очень понравится, но я думаю, что я обязан просто предупредить всех. Фирма обычно еще есть для биметальных монет, которые используются для мойки в основном в Европе одного и двух евро, потому что там биметальные монеты, ну и любые другие. Это же моющее средство иногда называется еще универсальное. Окей. В чем проблема? Смотрите, вот баночки разные. Фирма Леутурн за последние 20 лет несколько раз меняла линейку вот этих баночек. Они были больше, стали меньше, их было меньше по распределению по металлу, теперь их больше. Вот есть каталоги, обязательно почитайте, что в каталоге и обязательно перед тем, как мыть, определите, какой металл, да, вот как вот Роман сказал, какой металл содержит эта монета или это сплав, перед тем, как использовать баночку, потому что раньше были более универсальные средства, всего там 3-4 баночки, и когда я спрашивал производителей лет 20 назад, у них на стенде в Германии, а как мне вот эту монету почистить, мне иногда в шутку говорили, бери и чисти, я говорю, почему, а они все из одного раствора, извиняюсь, они все из одной бочки, то есть как бы один раствор разливался, ну может быть что-то я утрирую сейчас, но идея была такая, и вы знаете, в нулевых годах я не парился, я просто брал какую-то баночку, которая была и мыл монеты, то есть тогда они были более универсальны, сейчас к фильму Лойтерн специально разделило, еще раз повторюсь, для меди отдельно, для медных сплавов отдельно, для серебра отдельно, для золота отдельно, и для биметальных монет отдельно есть предложение, совершенно недавно вот воспользовался я идеей, которую мне дали в нулевых годах, у меня человек купил баночку и мы, ну он там очень спешил и очень гневно разговаривал, никому не советую наезжать на продавца, когда вы что-то приходите покупать, потому что вы мешаете ему подумать, вот на меня он просто наехал, я бы сказал, какая ситуация, когда пришел человек, пробил мне карму, не карму, а эту, ауру, я начал плохо себя чувствовать, тут же через там 10 секунд атаки с его стороны и я просто дал ему банку и он ушел, знаете, и оказывается у него монеты были из медно-никелевого сплава, а я ему дал для меди, короче, его монеты начали желтеть немножко при мойке, но дальше этот сумасшедший он сделал еще одну глупость, испортив одну монету, он начал вторую, третью, там около 10 монет испортил, и когда он уже там понял, что он портит монеты на 10 монете какой-то, он пришел ко мне с претензиями, конечно, я где-то неправ, потому что видите, моющие средства меняются там каждые 3, 5, 10 лет, а я использую старые какие-то наработки, окей, это как бы моя ошибка, но когда человек просто тупо берет, портит монеты, видит, одну помыл неправильно, он берет еще одну, помыл еще одну монету, еще, еще, это уже какое-то маникальное желание разрушить продавца, разрушить свою коллекцию и выставить себя, типа, посмотрите, что со мной сделали, но вот в этих ситуациях я как бы может сейчас страшную вещь скажу, я не хочу нести ответственность за действия сумасшедшего, да, вот, ну, короче, ладно, это уже тут добавил своих проблем, но по сути просто внимательно смотрите, сейчас новые средства, у них новые свойства, свойства, это уже не универсальное моющее средство, вот, это один момент, и, наверное, со временем я больше расскажу об этих моющих средствах по отдельности на своем канале, Олег, извини, я тебя еще дополню, давай, во-первых, как я уже сказал в начале нашего видео, всегда желательно иметь одно или несколько жертв, то есть, монеты, которыми не жалко пробники какие-то, пожертвовать, даже тогда вы не будете на сто процентов гарантированы от того, что вы совершите ошибку, но чем больше предусмотреть различных нюансов, тем больше ты будешь застрахован от неудачи. Кроме того, я сейчас не буду делать рекламу или антирекламу, я знаю, что существуют контрафактные средства для мытья монет, которые продаются вроде бы в таких же брендовых банках, но где-то из-под полы, где-то на каком-то рынке, где-то в каком-то подвале они смешаны, и вы знаете, когда вы покупаете контрафактную продукцию, вы должны быть готовы как минимум к 50% потерь. Потому что хорошо, если человек, знающий химию, сумел близко повторить результат очень уважаемый эфир.